Время новостей на нашем канале. В студии работает Алмаз Ашин Виктория Антонишна. Здравствуйте. Казахстан приступил к поставкам гуманитарной помощи в Афганистан в виде продовольствия и товаров первой необходимости. Об этом сегодня заявил Касым Жумар Токаев, выступая на заседании Совета глав государств СНГ. Президент отметил, что наша страна разделяет позицию ООН в вопросах поддержки Афганистана. По словам Токаева, тяжелое гуманитарное положение афганских граждан должно находиться в фокусе внимания всего международного сообщества. Особый акцент следует сделать на вопросах совместного противостояния возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. Эти угрозы приобрели и первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане. Нельзя оставлять страну наедине с беспрецедентными трудностями, заявил глава государства. Ранее Касым Жумар Токаев предложил учредить в Казахстане логистический хаб по оказанию международной гуманитарной помощи этой стране. Тем временем в афганской провинции Кандагар прогремел очередной взрыв. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщили РИА Новости. По их данным террорист-смертник подорвал себя возле шиитской мечети. По предварительной информации погибли по меньшей мере 7 человек, 13 ранены. Напомню, недели ранее похожий случай произошел в провинции Кундуз. Он унес жизни как минимум 120 прихожан мечети. Еще несколько сотен человек пострадали. Ответственность за взрыв тогда взяла часть террористической группировки ИГИЛ. Отмечу, организация в Казахстане запрещена. Между тем, сотни детских домов Афганистана оказались на грани закрытия. Это произошло после перехода к власти движения «Талибан». Из-за нехватки денег воспитанникам приютов были вынуждены уменьшить порции еды. Почему так происходит, расскажет Асель Абдыкалыкова. Девятилетней афганской девочке Самире, в отличие от тысяч ее сверстниц, повезло. Она каждый день посещает занятия в детском доме вместе с другими сиротами. В том числе мальчиками. Официально в Афганистане это запрещено. Я хочу стать врачом и спасать людей. Для того, чтобы осуществить свою мечту, я посещаю дополнительные занятия. Но возможности учиться Самира скоро может лишиться. Приюту, в котором она живет, грозит закрытие. В бедственном положении сейчас находятся сотни детских домов Афганистана. Из-за нехватки денег их воспитанники недоедают. Чтобы пищи хватало на всех, порции пришлось уменьшить, а продукты заменить на более дешевые. У нас нет денег. Пожертвования, которые мы раньше получали от зарубежных спонсоров, недоступны. Сейчас мы можем снять со счетов не больше 200 долларов в неделю. А это очень мало для содержания целого приюта. Мы не можем обеспечить детей даже самым необходимым. Проблемы у детских домов начались с момента прихода к власти движения «Талибан». Все банковские операции в Афганистане были приостановлены. Резервы Центрального банка Исламской республики заморозили США. Денежные переводы приостановила Вестерн Юнион. Позже финансовые организации страны частично восстановили свою работу. Деньги можно снять, но есть ограничения. Не больше 200 долларов в неделю. Мы просим поддержки у международного сообщества, чтобы детей обеспечить едой и всем необходимым. Мы предполагаем, что с наступлением зимы ситуация только ухудшится. Сейчас в детском доме, где живет Самира, 137 детей. Такие организации – единственный способ для афганских сирот получить бесплатное питание и образование. В стране из-за непрекращающейся войны тысячи детей-сирот. По данным ООН, на сегодня в Афганистане больше миллиона детей на грани голода. Ассель Абдыкалыкова, Хабар, 24. Ускорить признание паспортов вакцинации в странах СНГ предложил сегодня Касым Жмартукаев. По словам президента, это поможет гражданам наших стран активнее передвигаться по территории сообщества и укрепит деловые контакты. Надо усиленно развивать торгово-экономическое сотрудничество, отметил глава государства. Для этого следует пересмотреть подходы к работе. Внутри региональный товарооборот государств СНГ сегодня превышает 91 миллиард долларов. Это данные международных экспертов. При этом доля взаимной торговли стран Содружества занимает примерно 20% от общего товарооборота наших стран с внешним миром. Про эпид-ситуацию. За сутки жертвами ковид и пневмонии стали еще 35 казахстанцев. Свежие данные опубликовал Минздрав. 185 больных ковидом находятся в тяжелом состоянии. За минувшие сутки медики выявили еще почти 2000 инфицированных. Больше всего новых случаев ковид в Алматы и в столице. Оба мегаполиса и еще три региона по-прежнему в красной зоне. 135 учащихся, 31 педагог заразились коронавирусом с начала октября в Западно-Казахстанской области. Также за две недели выявлено 55 фактов нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Жители оштрафованы на 6 миллионов тенге. Отмечу, регион сейчас находится в желтой зоне. За последние сутки коронавирусом заболели 57 человек. Всего за неполный октябрь заразились более 600 человек. Большая часть, это 81%, не были вакцинированы, отмечают специалисты. На данный момент второй компонент получили 206 850 жителей региона. Также выявлено 8 случаев заболевания среди учащихся колледжей и столько же среди студентов высших учебных заведений. На сегодняшний день в 8 школах ученики 11 классов с учителями переведены на домашний карантин. 2022 год объявлен годом народного творчества и культурного наследия СНГ. Об этом сообщил Касым Жамартукаев на сегодняшнем заседании Совета глав государств СНГ. Президент отметил, что культурно-гуманитарные измерения играют важную роль в сохранении исторических связей и в дальнейшем сближении наших народов. Тем временем ряды столичных объектов культуры пополнил новый театр. В Нур-Султане заработал первый в стране инклюзивный театр «Канат-Лар». Сегодня жители мегаполиса смогут увидеть одноименный спектакль. Роли в нем исполняют люди с особыми потребностями. Сейчас там активно идет подготовка к премьере. На репетиции начинающих актеров побывала Динара Абдирова. Маляка Муктарова – главная героиня спектакля «Канат-Лар». Именно ее история из жизни легла в основу театральной постановки. Девушка на сцене уже шесть лет. Она мастер спорта международного класса по бальным танцам на колясках. Теперь она дебютирует и как актриса. Эта история взята из моей жизни, поэтому я вдвойне волнуюсь. У всех актеров дебют. Безусловно, каждый испытывает волнение. Но к этому дню мы основательно готовились. И стоит отметить, что между нами нет никаких барьеров. Мы понимаем друг друга на духовном уровне. По словам режиссера театра, начинающие актеры буквально вжились в роли. Они смогли пропустить через себя истории своих героев. И это несмотря на то, что практически каждый из них – непрофессиональный артист. По специальному заказу написали сценарий спектакля. Его автор – известная поэтесса, обладатель государственной премии Гульнар Салыкбай. У нас непрофессиональные артисты, поэтому мы стараемся больше трудиться. Кто-то не слышит музыку, кто-то не улыбается, не смеется в тех местах, где это необходимо. С помощью специалистов мы подготовились к премьере. Сама идея создания инклюзивного театра, по словам его руководителя, возникла три года назад. За это время был сформирован состав театральной труппы, разработан репертуар и достигнута договоренно со столичным Жастаром. Именно на его базе будут творить особые актеры. Считаю очень важным и необходимым профессиональное образование. Поэтому планируем выстроить сотрудничество с творческими учебными организациями Алматы и столицы. Возможно, в будущем в творческих университетах будут созданы кафедры для обучения людей с особыми потребностями. Сейчас в особенном театре работают 20 человек. В планах коллектива и дальше поднимать в своих постановках актуальные темы, основанные на реальных событиях. Познакомиться с их творчеством смогут и жители других регионов. В будущем труппу ждут гастроли по Казахстану. Динара Абдерова, Мирин Мурадхан, Казаир Булдаеров, Хабар, 24. Преодолеть односторонние подходы к истории Казахстана и создать правдивую картину прошлого предложил госсекретарь Крымбек Кушербаев. Он выступил на Международной научно-практической конференции «Национальная самобытность и цели независимости». Она посвящена 70-летию известного писателя Алашаведа Турсана Журтпая. Говоря о творческом пути ученого, госсекретарь оценил значение двухтомного историка просветительского издания «Дулага», а также научную ценность его произведений. Трехтомная работа Журтпая «Боль моя, гордость моя, Алаш» рассказывает о репрессиях 1922-1937 годов, преследованиях лидеров и членов партии Алаш и правительства Алаш-Орды, а также гонениях против национальной интеллигенции в 50-х. Крымбек Шурбаев заявил, необходимо углубленное изучение актуальных вопросов новейшей истории страны, а также истории казахской диаспоры. В нашей истории остается много пробелов. Не до конца раскрыта история вхождения казахского ханства в состав Российской империи. К развитию Казахстана в составе СССР также необходимо подходить реалистично. Нужно уделить особое внимание написанию учебников казахской истории на английском языке. Об этом говорил глава государства Касымжамар Тукаев. В связи с этим необходимо создать редакционную коллегию, сформировать рабочие группы, определить конкретные сроки и разработать источники финансирования, а затем оперативно приступить к работе. Межэтническое согласие на современном этапе, опыт и задачи на будущее. В Таразе проходит двухдневная международная научно-практическая конференция. Принимают участие в ней эксперты из шести стран и ведущие специалисты. Приехали всего примерно 140 человек, больше 80 участвуют в режиме онлайн. Работа конференции проходит по четырем секциям. Участники обсудили основные причины конфликтов, роль местных исполнительных органов и мировой опыт регулирования межэтнических отношений и ряд других вопросов. Эксперты международные дали высокую оценку модели, сформированной в нашей стране. По словам ученых, этнополитические конфликты, возникающие по различным поводам в мире, являются самыми сложными, поэтому важно перенимать любой опыт эффективного их регулирования и разрешения. В этом направлении Казахстан обладает уникальным опытом выявления, стабилизации подобного рода конфликтов. Завершится международная конференция сегодня. По ее итогам запланирован выпуск специальных сборников. Действует ассамблея, очень эффективный инструмент и механизм достижения согласия и консенсуса, согласования интересов между различными этническими составляющими общего народа Казахстана. И в этом отношении мы видим отлично выстроенную, очень правильно выверенную, сбалансированную государственную политику в этой области. Сейчас больше вопросов ассамблеи, в первую очередь, обращая внимание на социальные вопросы, социальные проблемы. То есть это мы видим, и от той работы, которую сейчас проводят мобильные группы, которые были созданы, которые выезжают на места. Мы ожидаем, будут очень много рекомендаций, предложений со стороны экспертного сообщества, которые в последующем будут ложиться в основу всей государственной политики. Наш эфир продолжит брифинг службы центральных коммуникаций. Коллеги, вам слово. Субтитры создавал DimaTorzok